видео касается такого дорогостоящего узла в автомобиле как катализатор который отвечает за экологию и преобразует вредные выбросы в менее вредные так сказать убирая определенные соединения тяжелые я хочу сегодня прокомментировать мнение одного блогера который утверждал в своих видео такие вопиющие не скажем так компетентные вещи которые могут ввести вас автолюбителей в заблуждение я конечно тоже бывает говорю различные неточности особенно это было касаяло первых мои видео про моторы но это были всего лишь оговорки и это можно обсуждать но когда ты вводишь людей в заблуждение по поводу износа тех или иных агрегатов которые стоят ни одну не две не 10 и не 20 тысяч рублей а 150-180 тысяч рублей на премию марк таких как бмв с большими v-образными моторами по 200 тысяч рублей и причина из выхода из строя этого узла должна быть однозначная а не какая-то ахинея и поэтому я сегодня расскажу вам свою точку зрения про катализатор почему он выходит из строя можно либо нужно его менять в общем что убивает катализатор в вашем моторе поехали итак что такое катализатор я рассказывать не буду сразу говорю все это вы слышали можете посмотреть двух видео как вы поняли это определенная банка с сотами которые выполнены из керамики но я хочу прокомментировать по поводу того что катализатор разрушается из-за якобы нашего плохого топлива катализаторы есть кстати как в дизельных двигателях так и в бензиновых двигателях катализатор дизельного двигателя не может испортиться от плохой солярки плохая солярка подразумевает под собой увеличенное выделение сажи с чем успешно в ущерб себе справляется сажевый фильтр если его нет на выпуске температура катализатора достигает в нормальных рабочих режимах 500 600 градусов что достаточно для выгорания сажи на сотах катализатора что касаемо других соединений которые образуются при сгораеме дизельного топлива они никак не влияют на скажем так рабочая температура катализатора почему катализатор выполнен из керамики керамика это очень огнеупорный материал из чего делаются углевые угли керамические тормоза которые выдерживают температуры до 1000 градусов температура плавления керамических сот составляет 1200 градусов а более-менее такие критические температуры составляют около 1000 градусов то есть вы должны понимать а нормальная температура дизельного бензинового двигателя чуть повыше никак не накосячившего автовладельца с чип тюнингом с непонятным топливом увеличение октанового числа и так далее нормальный двигатель на штатных температурах работает максимум до 650 700 градусов то есть даже близко нету тысячи градусов и при всех условиях оплавится керамика катализатора не может до со временем от детонации от не сгораемых продуктов топлива проходимость катализатора и его скажем качество его работы ухудшается ввиду выгорания тех материалов которые содержатся в сплаве вот этой керамики сот они выгорают и перестают выполнять свою функцию вы понимаете вот в чем главный вопрос и когда проходимость катализатора становится хуже для этого на катализаторе стоит минимум два датчика датчик проходимости датчик температуры которые реагируют на любое неправомерное образно говоря отхождение от нормы данного узла почему у нас как правило катализаторы вырезают или это делают тюнингисты чип-тюнеры во первых катализатор создает давление на выхлопе но грамотный грубо говоря тюнингист он играет вот этой величиной выхлопа вот чтобы увеличить поток но когда идет сброс газа открытие открытие всех клапанов закрытие придет как бы обратное всасывание таким образом может из снаружи что-то засосать может до птица будет пролетать выхлопную трубу засосет и и как можно такой бред сказать так вот проходимость катализатора она контролируется причем если ваш катализатор на больших пробегах это больше ста тысяч километров выходят из строя как правило вы можете проверить есть стационарная известная процедура проверки катализатора на проходимость выхлопных газов где стоят лямбда зонды в магистраль выхлопа ставится датчик давления тот же манометр и замеряется давление на выпускном тракте если оно выше нормы значит катализатор забит и не надо вводить людей заблуждение что вот у вас может засосать остатки керамики пойти вот эти частные случаи осыпания в катализатор оплавление катализаторов это касаемо автомобилей в большей части высокообъемистых форсированных и чипованных которые в принципе подразумевают когда ты разгоняешь автомобиль на двадцать тридцать сорок процентов увеличивая мощность у тебя естественно увеличивается температура на выпуске температура на выпуске естественно всегда любой грамотный человек вырезает все эти системы экологии чтобы убрать лишние препятствия увеличивает проходное отверстие вашей трубы это вообще в принципе ненормально если вы посмотрите очень много случаев бывает после таких скажем так глупых тюнингов когда не дорабатывают выпускную систему катализатор раскаляется до красна и вот часто очень бэвэ подгорают мерседесы подгорают потому что катализатора это может быть и не 12 может быть вот такие вот пироги ребят мое мнение по поводу удаления катализатора да эта процедура экономит ваши деньги вместо 150 до 200 тысяч рублей вы можете провести грамотные изменения программы вашей экологии в вашем блоке управления двигательных отключить егр про гадость в виде егр я уже рассказывал вы все это прекрасно знаете повторяться не буду а катализатор чисто за из-за экономии чтобы не платить такие большие деньги хотя можно купить бэушный и он легко проверяется на проходимость вы можете все это удалить поставить пламя-гаситель и спокойно ездить но обычно комментарии касаются людей с европейского союза где вы в принципе не сможете пройти инструментальный контроль при проверке на экологию когда при отсутствии катализатора понятно все нормы выхлопных газов по вредным выбросам у вас будут превышены может быть еще с егр прокатит а с катализатором-то однозначно нет потому что у вас автомобиль если он соответствует евро 5 а у вас выхлоп на евро 0 понятно куда тут можно клонить не надо бояться такой вещи как катализатор слава богу у нас в стране с качеством топлива все нормально более или менее нет проблем с дизельным топливом и с бензином вот на моем автомобиле пробег 259 тысяч километров честно говоря я не вижу критичного отличия в качестве нашего топлива например которые я заливаю в скандинавии которые заливаю у нас на лукойли на газпром нефти поэтому не надо вводить людей в заблуждение что из-за нашего к некачественного бензина у вас оплавится катализатор что за бред ребят катализаторы как правило оплавляются либо на очень запущенных автомобилях когда идет перегрев выпускного тракта и достигают критических температур которые в принципе не должны быть в данном узле а по поводу проходимости естественно вы все это узнаете причем очень явно автомобиль у вас просто исправный автомобиль должен отказаться ехать с неисправным катализатором а то что ставит обманки на катализатор когда он уже забит не вырезают его и продолжают ездить и после этого он у них оплавляется из-за того что повышается давление это уже вопрос треть это уже вопрос к тем владельцам которые не хотят до конца решать эту проблему вот собственно и все вот такое мое мнение на проблему как вы или как катализатор убивает ваш мотор ваш двигатель считаю что это абсолютно надуманно некомпетентно и не обращайте на это особого внимания желаю вам удачи с вами был айкер механик всем спасибо и пока